1969 год. 2 марта обострение политических отношений между Китаем и Советским Союзом приводит к прямому вооруженному столкновению за остров Даманско на реке Уссури. Каждая из сторон считала остров своим. В середине марта советские пограничники уже не могут сдерживать наступление сотен хорошо вооруженных нарушителей границы. И тогда командование Забайкальского военного округа просит у министра обороны СССР разрешение испытать в бою совершенно новую систему оружия. Музаическое воздействие колоссальное. Попасть под обстрел такой системы и выжить это просто случай. Вначале огненный смерч стер с лица земли тех, кто находился на острове, а потом накрыл и спешившие к ним на выручку регулярные части китайской армии. 15 марта 1969 года. Ленгли, штат Вирджиния, директору ЦРУ. Совершенно секретно. По информации нашего источника в китайской народной армии, сегодня в бою за остров Чжэнь-Дао-Бао русские применили новый вид оружия. Площадь огневого поражения китайской стороны составила 10 километров по фронту и 7 километров в глубину. Потери китайцев свыше 800 солдат и офицеров. На острове Даманске, который китайцы уже поспешили назвать Чжэнь-Дао-Бао, впервые была испытана в бою новая реактивная система залпового огня «Град». После применения «Града» китайцы просто отступили и начались переговоры по Даманскому. Вот все, что они его освободили. После применения, массового применения будем говорить. Всю свою жизнь Геннадий Денишкин был супер-секретным конструктором. Это его первая съемка на телевидении. Сегодня он самый авторитетный в мире специалист по реактивным системам залпового огня и главный конструктор тульского предприятия «Сплав». Именно здесь созданы не имеющие себе равных системы «Смерч», «Ураган» и «Град». Скорее всего, толчком явилась для развития в мире, так, системы залпового огня – это появление широкого использования в военных конфликтах штатного «Града». После того, как система «Град» поработала на острове Даманска, министр обороны Китая Линь-Бяо отдал приказ прекратить провокации на границе. Остров китайцам захватить так и не удалось. Новое секретное оружие оказалось настолько эффективным, что после боев на острове Даманский одни западные эксперты посчитали его каким-то сверхмощным лазером, другие – тяжелым крупнокалиберным огнеметом. В Советском Союзе реактивная система залпового огня получила очень лаконичное название – «Град». Каждая такая машина могла всего за 20 секунд обрушить на голову противника 40 реактивных снарядов, которые создавали зону сплошного поражения на площади 30 тысяч квадратных метров. Для противника это был «Смертельный град». Смертельный град 17 октября 1942 года. Соединенные Штаты Америки. Нью-Йорк. Изобретенные русскими пушки особой силой принуждают немцев отступать, оставляя на поле сотни мертвых тел и большое количество военной техники, которую они не могут вывести. Русские солдаты прозвали новую пушку «Катюши». От ее огненных ударов останавливаются беспомощные танки и на несколько сот ярдов рассыпаются железные оскорки. Молва о новом советском чудо-оружии быстро разнеслась по всему миру. По свидетельству медиков Бермахта, многие немецкие солдаты, пережившие массированный налет «Катюш», отправлялись в госпиталь с психическими расстройствами. Действительно, она там много убивала, но она именно воздействовала психологически так, и это позволяло решать достаточно, ну, будем говорить, эффективно при применении «Катюши». «Катюши» ту или другое боевую задачу. Кроме того, первая советская реактивная система залпового огня доказала, что ей нет равных, если необходимо поразить цель, которая занимает большую площадь. Если необходимо выполнять вот такие задачи, связанные с поражением живой силы, командных пунктов, колонн каких-то, вот, тогда применяется реактивная система залпового огня. После войны считалось, что возможности систем залпового огня уже исчерпаны. Большинство зарубежных специалистов было уверено, что увеличение дальности полета снарядов, а этого требовали военные, неизбежно приведет к резкому снижению точности стрельбы. Поэтому будущее отводилось высокоточному управляемому ракетному оружию. Но в Советском Союзе посчитали, что система залпового огня рано списывает в архит. Это вот наше, как говорят, счастье, что работа по системам залпового огня в послевоенный период практически не прекращались. 1959 год. В Москве открывается выставка достижений народного хозяйства. В Ленинграде завершается постройка первого в мире атомного ледокола «Ленин». А Советская межпланетная станция передает на Землю первые изображения обратной стороны Луны. Именно в это время среди оборонных КБ начинается закрытый конкурс на создание нового реактивного оружия. Он проходил в условиях строжайшей секретности. Тогда была отработанная система, когда даже не все знаешь, что делал мой сосед. Победили в конкурсе тульские конструкторы, среди которых был Геннадий Деньжин. Но на первом же испытании случилась авария. Лето 59-го года. Вот при первом же выстреле, ракета, как только вышла с пусковой установки, разорвалась. По правилам, испытания должны были прекратить. Но конструкторы так быстро выяснили, что причиной взрыва стала деталь, которую вместо стали изготовили из пластмасса, что им разрешили испытания продолжить. Лучше в самом начале неприятности, чем намного позже, когда уже ракету сдают на вооружение, а потом начинаются нюансы. Вот это хуже переделывать уже и что-то, вносить изменения. В начале 60-х работа над «Градом» шла уже к завершению. Но когда на одно из последних испытаний приехал заместитель министра обороны маршал Чуйков, конструкторам вновь пришлось пережить неприятный момент. Делали полный залп, два, по-моему, или три снаряда остались на пусковой установке. Они просто не ушли. Застрявшие на пусковой установке снаряды в присутствии такой высокой комиссии грозили надолго отложить приемку новой системы на вооружение. А Александру Никитовичу Ганичеву, который в те годы был главным конструктором предприятия, они могли стоить карьеры. Ну, маршал достаточно просто на это дело посмотрел. Даже Александр Никитович, ну, что вы-то, говорит, расстраиваешься. Так, ну, бывает так, все это дело в жизни. И справиться, и все. Достаточно спокойно. Он человек достаточно мудрый, все-таки уже был так. Поэтому отнесся к этому делу очень спокойно. Фронтовик Василий Чайков, знаменитый командант 62-й армии, которая прославилась во время обороны Сталинграда, оказался мудрым человеком. Он прекрасно понимал, какое перспективное оружие рождается на его глазах. Но для главных конструкторов такие ситуации часто заканчивались инфарктами. Напряжение, которое, конечно, все это, пожалуй, больше всего сказывалось на Александра Никитича Ганчева, потому что человек до 64 года, он ушел из жизни, на 65-м, перед этим он три инфаркта перенес. Поэтому ясно там точно так же, как у всех тех конструкторов, которые работали, у главных конструкторов, которые работали в то время. 28 марта 1963 года на вооружении Советской Армии была принята система залпового огня нового поколения «Град». 25-я пехота! Кассет на сколочке! Кассет на сколочке! Рыватель МРВУ! Рыватель МРВУ! Прицел 250! Прицел 250! Остальное направление управления «Град»! Остальное направление управления «Град»! Взалпом огонь! 20 зарядов залпом огонь! За создание системы «Град» предприятию «Сплав» дали Ленинскую премию. Среди награжденных впервые был и молодой конструктор Геннадий Денишкин. Но руководитель этой разработки Александр Ганичев премию тогда не получил. Ему предложили или Ленинская премия, или Героя социалистического труда. Он выбрал Героя социалистического труда, но когда дошли до Политбюро, это рассматривает Политбюро, там, ну, короче говоря, ему одной звезды не хватило. Так, так, кому-то там отдали или что-то. Так, и так, парадокс, он не получил, хотя он главный конструктор был системы, так, он не получил. Позже Александр Ганичев станет и Героем социалистического труда, и Лауреатом государственных премий. Но для оружейников он навсегда останется отцом системы «Град», преемницей легендарной Катюши. В начале 60-х «Град» был поистине революционной разработкой. Впервые в мире тульские конструкторы стали делать корпуса ракет по той же технологии, что и гильзы обычных артиллерийских снарядов. В результате их сборка стала полностью автоматизированной и дешевой. Но когда сделали первый вариант такой системы, оказалось, что оперение ракет мешает вписаться «Граду» в габариты обыкновенной железнодорожной платформы. А значит, его нельзя было эксплуатировать. И снова тульские оружейники поступили гениально и просто. Они сделали оперение ракет складывающимся. А раскладывалось оно уже потом, после старта ракеты. 1964 год. 2 августа эсминец ВМС США «Меддокс», патрулировавший Танкинский залив, был атакован северо-вьетнамскими торпедными катерами. В ответ президент США Линдон Джонсон приказал нанести воздушно-бомбовый удар по объектам северного Вьетнама, который в то время пользовался политической и военной поддержкой Советского Союза. 1 марта 1965 года. Москва, министр обороны СССР. Совершенно секретно. Подтверждаю, что два советских полка ПВО с зенитно-ракетными комплексами С-75 «Двина» прибыли во Вьетнам. По информации наших источников, Соединенные Штаты приняли решение перейти от воздушной к наземной фазе операции. К высадке готовится десант 1-й бригады морской пехоты. Вскоре эта информация советской разведки подтвердилась. В начале марта 1965 года в южно-вьетнамском порту Донанк высадились первые американские морские пехотинцы. Пока шли бомбардировки, достаточно было помощи советских зенитчиков. Но для борьбы на суше вьетнамской армии требовалось новое оружие. Руководство Вьетнама вновь обращается за помощью к Советскому Союзу. И Центральный комитет коммунистической партии принимает закрытое постановление. Модернизировать для войны во Вьетнаме новейшую систему ГРАД. Вызву главного конструктора, так, Александра Никитича Ганчева, сказали, что надо сделать вот в течение буквально нескольких дней. Проблема состояла в том, что колесная установка ГРАД не могла пройти в джунглях, где нет дорог. Здесь главным транспортным средством были простые носильщики-крестьяне. Был сделан снаряд, составляющий половину штатного ГРАДа, будем говорить так. Этот снаряд был разборный. Переносили снаряд и пусковую установку одноствольную. Во вьюках люди, так, по-моему, семь вьюков было всего так. Одноствольную установку назвали ГРАД Пэ, но более она известна как партизан. По знаменитой тропе Хошимина, под джунглям ее доставляли из северного Вьетнама в южный, где находились базы американцев и вьетнамские партизаны. Вначале установку несли на плечах, затем появились прирученные местными жителями слоны, а кое-где грузы стали укреплять и на велосипеды. Они проходили полторы тысячи километров пешком под джунглем, сосредотачивались в определенном месте, приносили соответствующий запас снарядов, а потом из этих пусковых установок проводили, обстреливали аэродромы американцев. Основное преимущество систем залпового огня достигалось тем, что обстрел производился по команде одновременно из десятков установок. Причем размещались они на расстоянии нескольких километров друг от друга. Дальность у нее 10 километров, и сделать вокруг каждого аэродрома кольцо диаметром или радиусом 10 километров, так сколько надо войск, это просто нереально, если полностью защитить. Град оказался простой, надежный и идеально приспособленный для локальных конфликтов систем. Недаром во всем мире его прозвали Калашниковым реактивной артиллерией. По количеству, наверное, произведенных в мире неуправляемых ракет, безусловно, Град находится даже, наверное, выше, чем автомат Калашникова. 1973 год. 6 октября египетские войска форсировали Суэцкий канал и атаковали израильские укрепления. Главной целью наступления стало возвращение территорий, потерянных 5 лет назад. За эти годы Египет получил от Советского Союза новейшее вооружение, в том числе и систему ГРАФ. Под ее огонь и попала перешедшая в контратаку танковая бригада израильтян. 18 машин сделали залп по этой танковой бригаде. И танковая бригада потеряла полностью боеспособность. Из полутора тысяч израильских военнослужащих, поступивших в госпиталь после этого огневого налета, 800 не имели никаких физических повреждений, но воевать уже не могли. Шок, который они испытали под огнем ГРАДА, надолго вывел их из строя. Это ужасная психическая нагрузка, когда, стреляя, все вокруг тебя взрывается так, и куда ни бежать, трудно понять, куда деваться в этом. Впоследствии военные станут специально планировать интенсивность и количество залпов, чтобы парализовать наприятеля на заданное время. Но в начале 70-х годов стратегия применения в бою этого мощного оружия еще только разрабатывалась. К этому времени Геннадий Денишкин становится одним из ведущих конструкторов сплава. Его назначают начальником научно-исследовательского отделения. 13 августа 1975 года в семье Денишкиных рождается второй сын, Дмитрий. Домой новорожденного вместе с женой Геннадия Алексеевича привезли коллеги по работе. Сам отец семейства в этот день был на полигоне, на испытаниях новой системы залпового огня. Впрочем, тогда это никого не удивило, потому что и первого сына Владимира из роддома забирали также сослуживцы конструктора Денишкина. О рождении обоих сыновей Геннадий Алексеевич узнал на испытательном полигоне. В эти годы главный конструктор предприятия Александр Ганичев из-за болезни сердца уже редко сам выезжал в командировки и все чаще посылал на испытания вместо себя Денишкина. На полигоне. Это нормальное явление. Ведь не скажешь, вот хорошо, я не поеду, потому что послезавтра у меня сын рождается, верно? До восьми месяцев в году Геннадий Денишкин проводил на испытаниях и при этом всегда считал себя счастливым человеком. Как говорят, что нужно для счастья? Для счастья нужна интересная работа, друзья, хорошая жена. В 1983 году Геннадий Денишкин становится главным конструктором предприятия «Слав». И вскоре система «Град» проявила себя на новом поприще. Достаточно интенсивно проводилась модернизация и дальше этой системы. Поэтому мы ушли, в смысле Советский Союз ушел в решение этих вопросов вперед. 15 июня 1983 года. Москва, генеральный штаб, начальнику главного разведывательного управления. Совершенно секретно. В военно-морских силах США введен в боевой состав 8-й разведывательно-диверсионный отряд специального назначения. Основной задачей этого отряда являются партизанские операции, а также диверсии в прибрежных водах и реках. В середине 80-х годов среди американских политиков все большей популярностью стала пользоваться доктрина гибкого реагирования. Когда-то ее впервые озвучил президент Джон Кеннеди, морской ветеран Второй мировой. По этой доктрине большая роль в сражениях на полях малых войн отводилась всевозможным специальным силам. Одним из таких спецподразделений и стали отряды морских диверсантов, больше известных под прозвищем «пелений». Первое, чего мы сделали, это для борьбы с диверсантами. Первое – это модернизация системы ГРАД для этой задачи. Значит, когда встал вопрос у военных для защиты стоянок кораблей в бухтах от подводных пловцов боевых, так и сверхмалых подводных лодок для их поражения, для защиты кораблей на стоянках, так... Новый сверхсекретный комплекс получил лидер «Дамбор». По сути, это был тот же самый ГРАД, оснащенный специальным снарядом, способным поражать морских диверсантов и сверхмалые подводные лодки на глубинах до 200 метров. Учения, в которых применяли комплекс «Дамбор», показали, что ГРАД способен отлично воевать и на море. ГРАД настолько хорошо проявил себя в локальных конфликтах, что за границей начали спешно создавать его копии. ФРГ ставит на вооружение систему ЛАРС, итальянцы – ФИРАС. За ними последовали Израиль, Франция, Бразилия и Соединенные Штаты. При этом в некоторых странах не стали создавать оригинальные конструкции, а просто скопировали идеи тульских оружейников. А вскоре, пользуясь популярностью ГРАДа во всем мире, начали даже торговать его копиями. Лицензии на производство ГРАДа Советский Союз передал Болгарии, Словакии и Румынии. Его стали делать в Египте, Китае и Северной Корее. Всех привлекала простота решения, возможность массового производства и исключительная надежность. Наши товарищи были в Индии и встречались с начальником, ну, с командиром полка, который использует и сегодня штатный ГРАД. Он говорит, что вот снарядом, который уже 30 лет у нас в Индии, никаких претензий они не могут предъявить. Они работают так, как новые. Недавно в Красном море спецназ ВМФ Израиля задержал судно Карен-Эй с грузом для палестинской администрации. Большую часть этого груза составляли реактивные установки систем залпового огня АРАШ, которые уже давно производят в Иране. Нет необходимости говорить, что АРАШ тоже аналог нашего ГРАДа. Слабым местом нашей промышленности до 90-х годов было неучастие в правилах международного патентования. Мы, оборонные такие вот крупные разработки, не умели, не хотели, не патентовали. Судьба ГРАДа очень напоминает судьбу автомата Калашникова. Сегодня на внешнем рынке он фактически конкурирует сам с собой. Немалую долю в эту конкуренцию вносят бывшие республики Советского Союза, на территории которых остались склады с реактивными снарядами. Ну, можно себе представить, если бы это произошло с какой-то системой, скажем, Соединенных Штатов. Какой в мире поднялся шум, если бы кто-то производил. Выход был только один. Провести такую модернизацию ГРАДа, при которой он приобретет совершенно новые боевые возможности, скопировать которые конкуренты будут не в состоянии. И как люди, которые применяют, занимаются боевым применением систем, Какую мы ставим задачу, выполняя или решая задачи модернизации. Первое. Увеличить дальность пуска стрельбы. Раз. Второе. Увеличить мощность боеприпаса. Третье. Сократить время выполнения задачи. Эти служебные видеосъемки были рассекречены специально для этого фильма. Вы впервые видите, как благодаря спутниковой навигации, экипаж машины может точно и намного быстрее, чем раньше, определить свое местоположение. Во время учений, от занятия боевой позицией до открытия огня, проходило около двух минут. До модернизации ГРАДа на это требовалось почти четверть часа. 17 сентября 1997 года. Ленгли, штат Вирджиния, директору ЦРУ, совершенно секретно. По информации наших источников, представители электрохарабских государств проявляют повышенный интерес к новым дальнобойным ракетам для системы ГРАД. Эти ракеты оснащены боеголовками повышенной мощности, которые способны поражать не только пехоту, но и легкобронированную технику. В октябре 1998 года на полигоне под Оренбургом в присутствии военных атташе из 26 стран Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии предприятие «Сплав» впервые продемонстрировало модернизированный ГРАД. Эта обстановка прижала, она по многим соображениям, да, то пришлось нам всем выложиться так, что мы на гора выдали такое решение, которое, казалось бы, было невозможно. Теперь ГРАД способен стрелять в два раза дальше, на 40 километров. Площадь поражения возросла в 10 раз и составляет 30 гектаров. И в целом, вот, выполняя комплекс задач, он становится как бы современным образцом вооружения. 2003 год. 8 мая президент России Владимир Путин посетил Тулу. Во время визита ему показали системы залпового огня и отдельные виды боеприпасов, созданные на предприятии «Сплав». По мнению экспертов, в ближайшие годы вряд ли кто сможет повторить эти достижения тульских конструкторов. Система «ГРАД» была и остается основной визитной карточкой тульского государственного научно-производственного предприятия «Сплав». Но кроме нее здесь были созданы еще более мощный «Ураган» и суперсовременный «Смерч». О последней системе залпового огня военные говорят, что по своим характеристикам она приближается к управляемому тактическому ракетному оружию. Кстати, в некоторых странах «Смерч» в перспективе рассматривается как основная система национальной обороны. Самая мощная в мире реактивная система залпового огня «Смерч» – прямая наследница «ГРАД», которому в этом году исполнилось 40 лет. Самой первой удачей вообще для нас и для всего коллектива нашего – это, конечно, разработка системы «ГРАД». На первый взгляд, 40 лет – преклонный возраст для оружия. Но «ГРАД» продолжает пользоваться огромным спросом на мировом рынке. И это лучшее доказательство того, насколько уникальными оказались идеи, заложенные российскими конструкторами в эту систему. Когда говорим, 40 лет «ГРАДу», а вот один из конструкторов, который получил когда-то Ленинскую премию, кого мы должны видеть? Ну, пожилого человека, который дома сидит где-то, читает книги, вспоминает. Но мы видим высококлассного специалиста, работающего на благо этого оружия. Это прекрасно.